Понятие «психическое здоровье» многие специалисты объясняют по-своему, но в основе лежит одна идея – это состояние благополучия и удовлетворенности жизнью, при котором человек может реализовать свой потенциал, справляться с трудными жизненными ситуациями и стрессами, и в целом хорошо адаптируется к различным обстоятельствам. Все системы в человеке тесно связаны, и чтобы ежедневно поддерживать свое ментальное состояние в норме, необходимо позаботиться и о теле, и о душе. Изначально я бы посоветовала следить за своим состоянием, потому что наша психика напрямую связана с физическим состоянием. Выспался ли я, хорошо ли я кушаю, какой у меня уровень гормонов, не скачут ли у меня где-то какие-то параметры крови. Наблюдение за состоянием здоровья и профилактические осмотры – уже большой вклад в то, чтобы чувствовать психическую стабильность. Также не последнее место стоит определить тому, чем вы наполняете свою жизнь. Хобби, общение, семья, работа, личные ценности. В современном мире у человека много стресса, а из-за этого переживаний, тревог и депрессий. Психолог советует не копить в себе отрицательную энергию, а перенаправлять ее в другое русло. Спорт, занятие любимым делом, прогулка, расслабляющая ванна, правильное дыхание и медитация. По мнению психолога, адаптация к различным факторам жизни, как позитивным, так и отрицательным – основа психического здоровья. Чем более человек гибкий, чем более его мышление гибкое и разнообразное, тем меньше факторов может его сломать или подкосить. Если человек в каком-то из периодов своей жизни воспользовался своим действием, и это действие пошло ему на пользу, его мозг эти нейронные дорожки запомнит, и в дальнейшем будет использовать эти же действия, и неважно, насколько они приносят пользу человеку. Психические и психологические процессы в человеке тесно связаны, и иногда, чтобы восстановить баланс своего психического состояния, необходима помощь. Если вы чувствуете, что в течение 3-6 месяцев не можете справиться с негативными установками или страдаете от нарушения психических функций, то не стесняйтесь обратиться к специалистам. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.